Здравствуй, дорогой друг! Сегодня на ночь я хотела бы тебе прочитать сказку про козленка, который умел считать до десяти. Жил-был маленький козленок, который научился считать до десяти. Как-то раз подошел он к озерцу и вдруг увидел свое отражение в воде. Он остановился, как вкопанный, и долго разглядывал самого себя. А теперь послушайте, что было дальше. — Раз! — сказал козленок. Это услышал теленок, который гулял поблизости и щипал травку. — Что это ты делаешь? — спросил теленок. — Я сосчитал сам себя, — ответил козленок. — Хочешь, я и тебя сосчитаю. — Если это не больно, — сосчитай, — сказал теленок. — Это совсем не больно. Только ты не шевелись, а то я считать не смогу. — Ой, что ты! Я очень боюсь. И моя мама, наверное, не разрешит, — пролепетал теленок пятясь назад. Но козленок скакнул вслед за ним и сказал. — Я — это раз. Ты — это два. Один — два. Ме-е-е-е-е-е. — Мама! — жалобно заскулил теленок. Тут к нему подбежала корова с колокольчиком. — Му-у-у! Ты чего ревешь? — Козленок меня считает, — пожаловался теленок. — А что это такое? — сердито промычала корова. — Я научился считать до десяти, — сказал козленок. — Вот, послушайте. Один — это я, два — это теленок, три — это корова, один, два, три. — Ой, он и тебя сосчитал, — заревел теленок. Когда корова это поняла, она очень рассердилась. — Я тебе покажу, как потешаться над нами. — А ну-ка, теленочек, зададим ему перцу. И коровы с теленком бросились на козленка. Тот страшно перепугался, подскочил, как ужаленный, и помчался в припрыжку по лужайке, а за ним корова с теленком. Неподалеку гулял бык. Он взрывал своими острыми рогами землю и подбрасывал кверху кустики травы. Увидев козленка, теленка и корову, бык двинулся им навстречу. — Почему вы гонитесь за этим куцехвостым малышом? — пробосил бык. — А он нас считает, — заявил теленок. — Ну, мы его поймаем, — пыхтя проговорила корова. — Один — это я, два — это теленок, три — это корова, четыре — это бык. — Один, два, три, четыре, — сказал козленок. — Ой, он и тебя сосчитал, — заскулил теленок. — Ну, это ему даром не пройдет, — проревел бык и вместе с другими бросился в погоню за козленком. Они выбежали на дорогу и понеслись вскачь, а в это время по обочине дороги неторопливо прохаживался конь и жевал траву. Услышав топот и увидев, как пыль летит столбом, он еще издали закричал. — Что это за спешка? — Мы гонимся за козленком, — ответила корова, задыхаясь от быстрого бега. — Он нас считает, — заныл теленок. — А ему никто не дал такого права. — Уф, — проревел бык. — А кто же это? А как же он это делает? — спросил конь, увязываясь за остальными. — Очень просто, — сказал козленок. — Вот так. Один — это я, два — это теленок. — Три — это корова, четыре — это бык, а пять — это конь. Один, два, три, четыре, пять. — Ой, он и тебя сосчитал, — заскулил теленок. — Ах, он негодник, ну погоди же, — заржал конь и поскакал еще быстрее вслед за козленком. А у самой дороги в загоне спала большая жирная свинья. Топот копыт разбудил ее. — Хрю-хрю-хрю. — Куда это вы все? — спросила любопытная свинья. Она тотчас же проломила своим рылом загородку и пустилась рысцой вслед за другими. — Мы гонимся за козленком, — ответила корова, чуть дыша. — Он нас считает, — жалобно протянул теленок. — А ему, уф, никто не давал такого права, — проревел бык. — Но мы ему покажем, — заржал конь, едва не задев копытом теленка. — А как он это считает, делает? — спросила свинья, с трудом поспевая за всеми. — Очень просто, — воскликнул козленок. — Один — это я. Два — это теленок. Три — это корова. Четыре — это бык. Пять — это конь. А шесть — это свинья. Один, два, три, четыре, пять, шесть. — Ой, он и тебя засчитал, — вскликнул теленок. — Ну, он за это поплатится, — завизжала свинья. Они мчались, сломя голову, не разбирая дороги, и добежали так до речки. А у причала стоял небольшой парусник. На борту парусника они увидели петуха, пса, барана и кота. Петух был капитаном, пес — лоцманом, баран — юнгой, а кот — корабельным поваром. — Остановитесь, — закричал петух, увидав животных, которые неслись, не чуя под собой ног. Но уже было поздно. Козленок оттолкнулся копытцами от причала и прыгнул на борт парусника. За ним бросились все остальные. Парусник покачнулся, заскользил по воде, и его понесло на самое глубокое место реки. Ох, и перепугался же петух. — Кукареку, на помощь! — закричал он не своим голосом. — Парусник тонет! Все так и затряслись от страха. А петух опять закричал громко-прегромко. — Кто из вас умеет считать? — Я умею, — сказал козленок. — Тогда пересчитай всех нас поскорее. Парусник может выдержать только десять пассажиров. — Скорее, считай скорее! — закричали все хором. И козленок начал считать. Один — это я, два — это теленок, три — это корова, четыре — это бык, пять — это конь, шесть — это свинья, семь — это кот, восемь — это пес, девять — это баран и десять — это петух. — Ура, козленку! — ура! — закричали все тут в один голос. Потом пассажиры переправились через реку и сошли на берег. А козленок с тех пор так и остался на паруснике. Он теперь работает там контролером. И всякий раз, когда петух сажает на свой парусник зверей, козленок стоит у причала и считает пассажиров.